итак здоровенькие карлики сегодня мы посмотрим на игрульку aircar aircar эта игра которая вышла буквально буквально в сентябре если я не ошибаюсь короче я ее скачал чисто для проверки своих очков которые я купил душных я их был купил вот надо на донаты карликов ёпты отложил с донатов карликов я ее выбрал чтобы чисто проверить как я уже сказал до купленные очки но не только эту игру я еще там другие короче чисто для проверки что вообще эта вся тема работает хотя когда я покупал я немножко глянул на я в игре не смотрел я чисто посмотрел в этом в портале смешанной реальности причем в майкрософтовском потому что есть стимовский портал смешанной реальности есть майкрософтовский ну грубо говоря microsoft story да и там свой портал и steam story там свой портал вот потом я немножко себя корил за это то что мне показалось что они нет не рабочие но вроде все работает вот хотя были определенные проблемы но они оказались тем что надо было портал steam овский скачать я не знал я думал он один портал оказалось что они короче разные порталы у меня короче я думала как же запустить игру ты ну и half-life алекс хотел туда сюда уже потом позвонил у кого покупала дело в том что я стал смотреть через неделю после того как купил он говорит да не все работает я думаю бля пиздит нам как дышит но в итоге на стриме я пожаловался карлика мы карлики посоветовали говорят но надо блять steam портал скачать смешанной реальности в стиме самом я скачал и все поперла хотя есть подозрение что один джойстик может чуть-чуть глючит но это не точно вообще выглядит довольно таки новыми правда гарантии не было короче на это все но зато коробка была и вообще в целом они выглядят такие мало юзными но они сказали что вообще в мае купили то есть тут я купил их в сентябре еще да они сказали что но они там был сынок с папой так сказать но сынку лет 16-18 ну там с папой поэтому я говорю они и короче скале в мае еще купили но не было чека блять вот но все равно выглядит таким не юзаном действительно ну мало юзным он юзал конечно то есть там не царапин ничего блять поэтому принципе не должно быть сломано но это сломанное там один косяк может быть это не точно в остальном сами как очки они точно работают частот может проблемы с джойстиком блять короче если поменять джойстик местами чё делать тот сейчас на левом джойстике вверх-вниз вот видите от вверх-вниз сверху да нет на лям джойстике вот когда был на правом джойстике то он почему-то всегда летел вниз немножко отчатан вниз не летит тут я еще вперед он вниз не летит а там он летел вниз то есть такое ощущение что джойстик либо нет калибровым правильно либо он ну понимаете как было заело да в положении вниз вот короче и об этом догадался но не сразу очень сильные счал поменял джойстике чё лево чё право и вот нормально уже так переучиваться приходится хотя мало в эту играл короче блять вот в общем эту игру я чисто я думал какую игру запустить ну там американские горки но в них я знал примитивная графика и ну думал надо бесплатно не хотелось покупать да как бы в стиме упорядочить по бесплатности ёбнул и она вылетела в топе где-то примерно я сама она бесплатно до бесплатный смотрю там же скриншоты есть сотрудник увязи там небоскребы ли это ну по названию понял aircar до летать типа я думал он давай скачаю скачал запустил и честно говоря охуел насколько на самом деле охуенно но не все прям шоколадно сразу забегая вперед скажу не все прям шоколадно но блять это вот я вам скажу карлики вот отвечаю блять это охуенный прорыв это то о чем я мечтал тоже карлики внимание тоже 15 лет назад почему я говорю 15 лет назад потому что вы кто смотрел мой обзор предыдущий на watchdog знает что я 15 лет ждал блять отражение в небоскребах и наконец-то вот их завезли watchdogs 2 там кстати относительно мало просмотру блять новейшая игра которую я блять выпустил через день блять после выхода да и блять ебаные сейчас 11700 просмотров на 2080 это пиздос короче карлик все время жалович такой такой не выпускают я выпустил новейшую игру через сутки буквально потому что я не узнал что она вышла блять в 4 часа утра и поэтому я уже спать хотел но не смог в этот день сделать и сделал на следующий день только поэтому было опоздание блять на на один день то есть по логике там должно быть 1030 уже ща просмотров нахуй ну и потом еще больше но там ёбаных 11700 лайком трансов поэтому лайкусики ставим вот и там я сказал что 15 лет ждал отражения в небоскребах вот наконец они появились потом нет особо небоскребов но может где то есть но думаю в лондоне их особо нет тем более в старом лондоне а хотя не там лондон будущего а вот это леталку я ждал тоже 15 лет почему 15 лет то что я играл две тысячи помощи в том году как только вышла x3 reunion и кто играл знает что это за игра короче от космосим но там нету на планеты нельзя летать и более того там нету даже виды из кабины там только виды корабля третьего лица тем не менее это мега охуенная игра мега охуенная явно играл просто круглые сутки я даже в доту и в танке так не играл хотя в танке я тоже играл круглые сутки было такое немножко пару пару раз некоторое время вот в доту я круглые сутки но хуй знает может и играл но прям так сложно сказать одно время до был очень много играл но я там обычно уставал и обычно по 8 максим 12 партий в день играл и уставал короче блять то игра мне один но правда это был когда я еще током но не прям только купил я купила в 2003 году это игропом 5 или 6 года x3 union и короче я уже конечно тот момент уже немножко наигрался но еще не сильные на меня многие игры новых жанров производили впечатление и короче там я мечтал что будет вид из кабины раз ну и что приземляться на земле 2 в принципе они сделали в x4 уже сделали вид из кабины и по моему приземление на планеты блять там вид из кабины не особо пиздатый приземление на планету . это хуйня короче вот здесь же все мега хуйя на вид из кабины смотрите мега хуйя на более того это не просто вид из кабины это виртуальная реальность то есть это 3d картинка 3d картинка как я уже говорил в обзоре на vr алекс да в марте еще уходил или в апреле марте это совсем другое это не то что вы видите на мониторе хоть мы собираем собираем на 4к монитор кстати немного уже осталось уже под 70000 собрали до собираем на 4к монитор но во первых по 2 vr всего может сказать по сути одна играет алекс качественная но это aircar это по сути блять вот просто просто блять а чуть такое все топливо кончилось что короче aircar это просто блять одна вот эта карта почему она небольшая она малюсенькая и короче блять но это просто считаете демо да это не играет ничего это просто полетать нахуй причем бесплатно ну и график на самом деле стремная но при этом она дико реально выглядит потому что как я уже сказал и начал говорить и третий раз говорю я еще стрим был вот в эти выходные я там vr алекс поиграл немножко но это правда было ночью часа в два блять или в три ночи ну там 150 карликов видела короче но я в обзоре уже говорил vr это блять вот она выглядит она но это вообще совсем другое чем просто монитор понимаете это ну кто и кто смотрел тот знает кто не смотрел тот не поймет то что это реально выглядит реалистично как практически ну как реальность да не хватает разрешения проект я тоже говорил что нужно разрешение 16 32 к то есть даже не 4к не 8к здесь и так 3к резолюция да на два глаза с на один глаз сам 1400 на два глаза 2800 по горизонтали уже есть vr на по моему 6к резолюцию я даже думал его купить но там кит проблемы есть по моему от фирмы и чпи там какие-то жаловались проблему блять поэтому не стал попать но и дороже что он буш на 60 тысяч стоило этот этот я за 25 тысяч взял зеленоград ездил короче так он новый стоит блять 55 или 65000 этот вверх стоит новый по 800 или 900 цели 700 баксов он короче стоит вот я естественно взял был ну ну по сути он как новый вообще с малый язык вот короче запустил да здесь вот охуенная кабина вот вам опять же я уже видел как алекс да вот я снял видосик я на стриме вот показывал я вот сейчас смотрю и запись уже тестов запись блять это 2d картинка ебаная она не передает вообще ничего то что вы видите да то что вижу я это совсем сильно другое вот реально 3d блять картинка я не знаю за счет их чего на реально 3d и вот эти вот мониторы вот и вот эти вот все приборы они выглядят ваще 3d единственный косяк ну а кроме того что низкое разрешение по сути это немножко это все размазано потому что вера очков у них . где все четко видно это нужно вот очень четко блять вот центрировать очки у себя на ебле блять на глазах это даже при центровке по сути четко ты видишь только как бы вам сказать в точке ну скажем так назовем в центре очков если ты глазами как в реальной жизни посмотришь налево-направо да то есть ты глазами но яблоки влево-вправо сделаешь у тебя там будет мазня ебаный то есть вот я вот чая глазами сцентрировал на руль но если я глазами сцентрировать центр блять кабины а при этом яблоками ну вернее центр лицом до центром лица а яблоками глазными посмотрю вниз у вас я думаю сейчас отображается центр кабины а я глазными яблоками вижу руль но при этом руль я вижу блять расплыв чатый мазню короче ебаную из-за чего потому что четко да это относительно четко прям все равно не супер четко это только по центру по центру взгляда блять такая хуйня на кто играл тот знает блять это конечно косяк очень серьезно я думаю в итоге они сделают нормально блять а раньше наверно еще хуже было по моему первые версии окулус риф по моему самые первые очки были они щипом большинство 40 на 480 сейчас уже 3к резолюции уже и 6к по моему вот ну про то что я сказал и чп еще по 2 версии выходит но они еще дорожка же будут стоить стать самые дорогие которые в альф индекс они по разрешению то же самое то есть у них там единство что у них продвинутая система блять джойстиков но само разрешение мониторов у них такой же ну ну или чуть больше может там 3200 я не знаю там надо 2800 до 1 пер 3200 блять то есть ну по сути то же самое на самом деле не хватает дико ну то чтобы дико но не хватает мазня конечно вот водичка стремная но графон здесь очень стремный на самом деле то есть но в этом фишка виара что даже при стремном графоне это выглядит ультра реалистичный реалистично что называется зашкаливает и она гораздо более реалистично чем 5 не знаю 4к в метро иксодус хотя здесь по сути 3к да но графические технологии здесь примитивные для чего это сделано но очевидно чтобы я это больше не буду повторять я уже один раз от нам скал в алексе еще раз скажу здесь но в следующих обзорах я тоже не буду повторять заебал и повторять что нищие карлики да хотя конечно vr покупает не самый нищий то что даже больше не 25 тысяч стоит но есть там более дешевые за 20 даже запятаться можно купить речки так вот нищие карлики когда покупают у них нет мощных видюх как у бати 2080 до которую карлики почему-то списали в расход хотя то есть 38 количество видеопамяти меньше чем у моей блять значит она сама тыквы ебаная вот короче а кстати 6 900 x лучше чем 38 и стоит дешевле будет ну короче поняли да у них карликов нет нормальных видео поэтому они видите какие-то здесь текстурки блять еще до тарицы текстурки плюс естественно нету блять отражение естественно то есть никаких rtx а до rtx а здесь естественно нет видите здесь даже не то чтобы текстурки здесь даже нету рельефа то есть обычно нормальных игрок еще она в том же watchdokse блять вот эти вся окошке они сделаны блять рельеф рельефами а тут видите просто нищая текстурка натянута то же самое касается блять о смотрите здесь даже нету блять вот у этого самолета даже толщины нету что на него типа сверху смотришь и сверху видите текстура просто для летающих летающие блять текстуры нахуй насколько это муляж ебаный что здесь разработчики не думали что маслаков блять полетит вниз да они думали что он как лох вверху полетает но хитрый маслаков блять полетел вниз а сверху смотрите выглядит как будто они там летают все нормально да как это блять в этом в пятом элементе хотя в пятом элементе они летали по уровню не только там анти по одному уровню в основном летает на верху тоже есть но в основном внизу летают а в пятом элементе они по уровню вылетали короче ощущение фантастические но я уже немножко подпривык конечно приелась да это знаете как это хорошему привыкаешь быстро ощущение принятие просто принципиально другие как вот я вижу кабину она пиздец проработанут к на кабине не сэкономили кнопочки 3d шный да единственно что это мазня руль 3d шный все это выглядит просто вообще как реально сайте руль видите поворачиваются когда я вот это все делаю приборы тут все от высота скорость в мире когда turbo level какой-то блять то есть здесь все вот компас будете то есть проработка хуя но чисто кабины а стекла во смотрите да этот какой чужой так сказать это я плохо поворачиваю то что джойстики поменял чтобы такой хуйни не было не очень это удобно с таким расположением короче стекла кабины они видите там дождик идет да и и капельки и стекла такие вот как-то они такое преломление дел как мне кажется то есть видно что это именно стекло это на голубоватый то есть я не знаю за счет чего но видно что это стекло и кстати даже пробовал летать туда вдаль то есть понятно здесь вот городок но он маленький это маленький городок до малюсенький затем напоминает бет монархом на это только тут небоскребов больше а тут часть небоскребов как в этом в чикаго блять знаменитый там башни какая-то забыл как что называется короче в таком же типаже вообще малюсенький город да и я пробовал летать через океан там от вдали видно блять какие-то холмы я туда полетел он очень медленно летит туда блять лететь минут десять нахуярить ну и там нихуя нет собственно говоря там просто холмами то есть это просто это блять ну горизонт горизонт грубо говоря вот водичка такая но сами видите что это за водичка давлять это просто пластмасса ебаная то есть блять насколько хуёвый даже в дэс трейдинге 144 пи водичка помните я ее боссал без трейдинг там сосутка это лучше выглядит то что здесь смотрите просто какой-то рельеф ебаный типа лавы и по лайв лаве эффект какой-то как жидкость течет свет и получается такой эффект окунуться здесь даже утонуть блять нельзя это это просто ебаная пластмасса на вот вам не будем останавливаться на графике и и подтянуть на самом деле дело трех секунд от в намазы мы могли бы сделать но карлики куда-то разбежались делают а могли бы сделать rtx с виаром нахуй еще был бы охуенно прикиньте ртык с виаром супер ультра 8 к текстуры блять прорыв нахуй стартап года блять вот и но все равно это бега охуенно выглядит и на ролике в третий раз я повторюсь вы нихуя не видите вы скажете бля чё за хуйня маслаков ты чё нам пиздишь в том-то и делает надо виаре смотреть это просто уровень другой понимаете и вот они создали наконец то о чем я мечтал 15 лет назад но я потом про это забыл но здесь конечно ничего нет здесь не геймплея нет и график как я сказал стрёмная но по сути это все ввести геймплей графику они же алекс сделали алекс охуенная графика и геймплей приличный да как бы они сделали алекс это конечно прорыв для на ты единственная топовая игра алекс вот я мне будут поигрывать при понемножку но геймплей конечно такой примитивный но зато проработка мира охуенной в плане восприятия тоже в итоге они еще одну проблему виара громадная все-таки глаза убиваются до рвоты вот выходные я стриме у меня даже действительно у меня чуть-чуть тошнота пошла хотя до этого я сколько он несколько раз в яруже играл не был тошноты но тут что-то то ли я то переел пиво выпил легкая легкая тошнота була я прекратил но больше устают глаза глаза реально устают их не обмануть они понимают что здесь нету да далее да когда смотришь вдаль глаз отдыхает когда смотришь вдаль а здесь он все-таки не понимает что это линзы которые те прям перед глазом в ебало и видим глаз не обмануть и он соответственно все время напряжение он банально устает то есть глаз отдыхают когда смотрят вдали. В реале, вот, если бы я вот так вот смотрел вдаль, я бы глаз отдыхал. Пусть даже на эти небоскребы, они, потому что все равно вдалеке, более-менее, да? Здесь же глаз, он понимает, что он вблизи, и он напрягается, он устает и начинает ну, минимум дискомфорт. Я думаю, зрение можно еще сильнее потерять, блядь. И, соответственно, ты не можешь в VR долго играть, блядь. Дискомфортно все-таки. Ну, не прям большой дискомфорт, но долго ты не сможешь играть, блядь. Блядь, на муравьев эти похожи. Вот эти кораблики, нахуй. Давайте текстурку заценим пола, блядь. Ну, тут понятно, блядь. Пластмасса ебаная. Кстати, это такая плохая, но пластмасса. RTX нету, блядь. Вот. Тем не менее, реально мега охуенная вот эта демка, блядь. Она показывает все, блядь. Весь, блядь, всю перспективу, да, VR. То есть, тут, конечно, надо 32К резолюцию, ёбаной текстурки, 32К, и свет, да, день, ну и ночь, и день, блядь. RTX, естественно, и-то это, блядь. Понимаете, это, по сути, Чикаго вот это, в котором ты летаешь. Здесь архитектура Чикаго, это не Нью-Йорк, это Чикаго. Я просто разбираюсь, нахуй, в Чикаго тоже хочу съездить, блядь. Кто из Чикаго, пишите мне, я у вас остановлюсь, блядь, на халявку. Сейчас, если фанов найти, то мне нужно будет в Америку, по сути, только на билеты, блядь. Ну, там поесть что-то, но поесть это недорого, ценнее намного дороже, чем у нас. По сути, билеты и передвижение по стране, ну, тоже билеты. Что у них жил в Лос-Анджелесе, на другом побережье, чем Нью-Йорк, и туда охуеешь еще лететь, как во Владивосток, и тоже стоить это будет недешево, наверное. Ну, не так уже дорого, как в Америке, но все равно, наверное, 1015-20. Ну, не знаю, сколько. Короче, блядь, это реально, вот я не зря купил, но я так и понимал, да, да, это у меня не было. Вот я в арене посмотрел VR, как от жамбы принес, респект ему. Я давно это все слышал, видел на всяких, блядь, играми, мирах, блядь, ну, там все время очередь просто была. Я вот попробовал и понял, что, да, надо покупать. Я вот купил, хоть затянул, я еще раньше хотел купить, ну, коронавирус был, там на 28-ти собирали, да, там, но потом уже собрал, тоже затянул, но, в принципе, не спешил, потому что спешите особо некуда, есть только Аликса, вот, а вот эта вот игра вышла только вот буквально в сентябре, ее и не было, блядь. Ну, и здесь, по сути, график-то стремная, просто она показывает саму перспективу, блядь, а что, текстурочник сломали, сенская хуйня? Походу, текстур сблючили. Что-то, ну, какой-то говно тут вообще, блядь. Так и должно быть, мне кажется, пусть текстура сблючили. Или я залетел куда-то на туда. Вот такая башня, похожая в Чикаго, она называется как-то знаменитая. Хамон. Хамон Тауэр, или как-то, блядь. А вот та вот впереди башня, она тоже Чикаго, там самая высокая Чикаго Сирс Тауэр. Вот у нее тоже вот такие похожие, ну, не прям такие, но, как бы сказать, вышка, блядь, такая ебанутая. Ну, и в Халфайфе, собственно, спиздили с этого Сирс Тауэра. Вот. Чикаго Сирс Тауэр. Самый высокий раньше был небоскрёв в Америке. Ну, может, и потом он был пока, когда снесли, блядь, World Trade Tower, потом на месте построили высокий, но до того, как построили, по-моему, Чикаго Сирс опять был самым высоким. Короче, блядь, ощущения мега охуенные, хоть, конечно, я понимаю уже, что графика стрёмная, но всё равно это само восприятие и само понимание вот этих перспектив, блядь, 3D-шных. Вот то, что они могут здесь сделать мега оху. То есть Star Citizen просто по рашу. Кстати, напишите, Star Citizen есть VR. Там всё-таки графон помощнее, блядь. Вот. Но Star Citizen меня разочаровал дико, да. В 13-м году он был охуенен, но в 20-м году это уже по рашу. Смотрите мой обзор, кстати, на Star Citizen. Также я обосрал Half-Life, вот это Definition Edition, блядь. Там RTX'а нету, блядь. Также я опустил Crisis Remastered, где, блядь, просто FPS дико вообще низкий, блядь. Там 30-90, просто 23 FPS показывает в 4К. Вот. То есть я всё обосрал, кроме Watch Dogs. Watch Dogs мне понравилось. Хотя, без RTX'а, в принципе, графика там посредственная. Ну, смотрите обзор, короче, RTR 2, блядь, Watch Dogs, вернее. Всего обзор смотрите, блядь, лайки везде ставьте. И на этот обзор тоже обязательно лайки ставьте. И также приходите на стримы, донатите на монитор, скоро купим. Потом, может, PS5 купим. Ещё надо видюх какую-то покупать, не знаю, 30-90. Я говорил, я дороже 120 тысяч не буду покупать. Вот. То есть, сейчас они стоят 170-180. Ну, был, по-моему, за 144 видел, самую дешёвую. Но я не дороже 120 тысяч. А может, ещё вот 6900XT куплю. Посмотрим, что 6900XT будет с рейтрейсингом. Он там вроде софтверный. Посмотрим, что там будет. Потому что без RTX'а вообще это всё смысла не имеет никакого. Но тут только RTX. Сейчас уже RTX везде стандартом станет. De facto стандарт. Хотя до сих пор он не стал. Новый Call of Duty выйдет. Напишите, будет ли там RTX'а. Не знаю, пока что. Не слышал таких новостей. Вот. Мнифоспит, если новый выйдет. Может, конечно, не выйдет. Что они ещё раз в 2 года стали делать. Или Forza тоже будет. Или RTX'а. Без RTX'а игр вообще нахуй смотреть даже, наверное, не буду. Либо если и буду обзор делать только для того, чтобы обосрать. Ну и не куплю ни одну игру без RTX'а. Ну, сейчас вот купил ещё RDR 2, потому что там уровень всё равно графики высокий. И ничего подобного нету. Вот. И сейчас вообще с RTX'ом-то игр очень мало. По сути, я Watch Dogs. Это номер один с RTX'ом. Что там ещё? Exodus' там нету отражений. Battlefield' там парашные уровни. Control' ну вообще парашные уровни. И всё парашное. Ну, что там ещё? Не помню, блядь. Всё остальное всё на параш. Serious Sam, по-моему, вышел. Я его не смотрел. Не знаю, если там RTX'а нет. Ну, посмотреть. Смотри, параш и комикс, блядь. Вот. Короче, вот это реально игра. Перспективу всё показывает. Ну, конечно, это перспектива хуй знает какого года, потому что, учитывая, сколько Star Citizen делают, и, блядь, нихуя до сих пор не сделали. Всё-таки очень печально, и учитывая бюджет Star Citizen. Как всё разворовали там, нахуй. И нихуя не сделали толком. И такими темпами нихуя и не сделают, блядь. За 7 лет они должны были сделать хуй знает чё, блядь. Там уже RDR 2 сделали, где у коня яйца сжимаются, блядь. А они там не могут ничего сделать, блядь. Короче, сейчас, конечно, VR-реальность, а мастхэв, но, в принципе, особо играть не в чудо, да, там, ну, есть там гонки американские, но ты в них разок-другой сыграешь, и всё, там, графика парашная. Вот Aircar, но она только сейчас появилась, да и топ смотреть по разу, и всё. Аликс, вот Аликс, это единственный ультра-качественный проект. Передовой, это да, но он единственный. Но всё равно, несмотря на это, брать надо. Тем более, ну, бэушные берите, тысяч вот как я за 25, там. Ну, нет, 25 подешевле за 20, возьмите. Ну, вот это Одиссея Плюс, это самое дешёвое, что было за 25 тысяч, дешевле нет. И то в Зеленоград ездил, в Москве сам дешёвый был 27-28. И то там чувак сказал, что там, блядь, царапины есть на линзе, что-то такое, блядь. А так, стандарты. Ну, может, я чуть-чуть перешевел, да и то вряд ли, шабакс растёт. Так вообще 32-33 было бэушное. Вот, лайк, лайк обязательно ставьте, карлики. Репост в ВК, в Инстаграме репост, в ТикТоке репост. Маслаков открывает правду, единственный независимый эксперт в мире, не то чтобы в Россиюшке, но в мире, блядь. Вот, лайк на трансуху. Ну всё, покидываю. Тхээээ улыбочку.